Друзья, сегодня уникальная ситуация. БГК играет в Лиге Чемпионов, а в Виктории никого. Это все потому, что мы едем в Кельце! Для нас в этой весенней прекрасной поездке главное что? Чтобы водитель дорогу знал, и печка в автобусе работала. Ребята, подышите на руку, примерзла же. А вы водитель этого автобуса? Да. А вас можно назвать здесь главным, да? Нас двоих можно назвать главным. А вы можете попросить вот тех ребят заднего ряда пересесть, а то мы там сесть хотели? Ребята, задний ряд нужно освободиться. Путешествия во времени существуют. В начале девятого автобус с болельщиками БГК отъехал от Виктории. В начале девятого автобус с болельщиками БГК пересек польскую границу. Хорошо! Только вот в обратную сторону, когда будем ехать, получится сказка о потерянном времени. Первая остановка на нашем пути следования в Кельце. Это Паджеро. Я стою без шапки, потому что мы уже заехали в дьюти-фри. Походу, в Кельце Майами будет. Ты меня не тролль, ты меня не тролль, ты меня не тролль. Ребят, ребята, ребята, что? Что, восполняете запасы утерянного на границе? Совершенно верно. Молодцы, молодцы. Так им, полякам. Это точно. Друзья, мы поняли, почему третий выезд в Кельце и третий ведущий БГК ТВ фан. Потому что два предыдущих здесь остались должны. Чувствую, что здесь скоро третья фотка появится. У нас есть негласное правило. Значит, для того, чтобы съездить успешно с командой, на выезде на себя нужно оформить либо телевизор, либо микроволновку. Вы что выбираете? Телевизор. Телевизор. Хорошо, возьмет кто-нибудь микроволновку, ребят? За БГК болеют представители самых разных профессий. Вот наш прославленный Владимир, он работник МЧС. Вова, скажи, пожалуйста, ты уехал в Кельце. Кто будет котиков с деревьев доставать-то в Бресте? Ну, котика в первую очередь должно доставать специализированной службы. Врач, пожарный, полицейский. Вражар лицейский я. Слушай, ты же с недавнего времени живешь в Минске, учишься, правильно? Да. Ходишь на матчи в Минске в СКА? Только когда играет БГК. Ты молодец. А в прошлый раз ты ездила в Кельце? Ездила же, правильно? Да, не ошибаюсь. Да. И снимала там какое-то мегачумовое влог-видео. Да. Че сейчас едешь? Че, не досняло что-то, что ли? Ну, нет. Теперь уже еду писать. Пиши. Царский указ. Тебя можно снимать сегодня? Ты с работы легально отпросился или начальство не в курсе? Все в курсе. А какую отмазку ты придумал, вот на работе именно сказал, что-что? Ну, 50 лет Сергею Васильевичу Бебешко. И для этого надо кутить... Какое сегодня число? Третье? Четыре дня? Ну, такой праздник еще можно год отмечать. Вот это правильно. Тебя-то со школы как отпустили? Я должен был классное лекарство принести. Все нормально. Ох, лавкач. БГК организовывают большое количество выездов для своих болельщиков. Ну, и, наверное, уже стоит выработать какой-то свод правил для болельщиков. Ну, свод правил поведения. Вот первое, это, например, будет не пить в дороге. А второе? Успевать везде и всюду. То есть, с первым ты согласен? Не пить в дороге? Конечно. БГК третий раз подряд выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Чем ты можешь похвастаться за эти три года достижениями какими? Ну, лично так, наверное, нет. Покупка квартиры. Чего? Покупка квартиры. Ребенок еще второй. Не хвастаешь? Что-то с памятью моей стало. По спорту очень много успехов. Ну-ка. Я чемпион министерств. Среди министерств по дартсу, например. По чем? По дартсу. Слушай, я всегда хотел спросить. Люди, которые занимаются дартсом. Это дротеры или дротисты? Ты меня не дротишь. Ты меня не тролль. А какими успехами ты готова похвастаться вот за последние три года? Бутылку колы литровую залпом выпиваю? Нет. А есть кола у кого-нибудь? Тихо-тихо-тихо, не прикладывайся, запивать нечем будет. На очередной остановке кто-то из болельщиков БГК отправился наперекур. Кто-то просто выпить кофе, ну а кто-то в сланцах идет в бассейн. Мир спорт рок-нолл. Как думаешь, вот ты сидишь, у тебя такое место удобное. Ноги не вытянуть, да? Но зато есть столик персональный большой. А по какому принципу распределяются места в автобусе? Ну, кто успел, тот и сел. А я не знаю, если засел, тот весь сел с клонкой. Музыка, голос, счет. Ты сегодня за диджея? Да. А есть какая-то у тебя такая в загашнике веселая история? Вот с выезда или вообще в принципе связанная с БГК? С БГК? А каким у тебя историю ты трезвым ездишь? Третий раз приезжаем в Кельце. И первый раз было солнечно, второй раз шел дождь, ну а теперь лежит снег. И у нас есть уникальнейший шанс оставить свой след в истории. Музыка. Слушайте, третий год подряд приезжаем и Лексусы на том же месте стоят. Может, игроки в Виве не знают, что на них еще можно ездить? Я плясу на ВИК-ВИК, у меня есть ЧИП-ЧИП, обгоняем, подрезаем, все сигналят ВИК-ВИК. Если судить по Википедии, тот самый популярный вид спорта в Польше – это футбол. Ну, так себе, честно говоря, у них популярность. У нас такие стадионы Солодуха на раз-два собирает. Конечно. Мы, болельщики Брестского гонбольного клуба имени Мешкова, добирались до Кельца почти 9 часов. Ну, а если судить по окружающему пейзажу, то мы и за областную даже толком не выехали, да? Нет, ну а что, и за команду поболеем, и денег подзаработаем. Слушай, про БГК есть много разных песен. А вот танцев про БГК нет. Слушай, как выглядит танец про БГК? Ее очень трудно повторить. Я могу, как минимум, так вот сделать. Про БГК сегодня танцует танец живота. Учитесь! БГК уже третий раз подряд выходит в 1-8 финал Лиги Чемпионов. Вот три года – такой успех. А чем ты можешь похвастаться, какими достижениями за свои последние три года? За последние три года я стал фанатом БГК. Ну, вот как раз-таки то, что я в Польше учусь. На кого? А можно я не буду, это просто слишком... Это мент! На арене в Кельце очереди за пивом практически нет. Да вообще, честно говоря, ее нет. А все почему? Все потому, что они к пиву чебуреки с бельшами, как у нас, не продают. Ох, как бы здесь народ толпился! Ну, а мы на дегустацию. Мы тут обратили внимание, что вместе с пивом у них еще и 5-литровик малины стоит. Наверное, у них кто-то простудился. И причем так серьезно простудился! На 5 литров! И тебя вылечит. Итак, друзья, время подвести итоги конкурса, который мы объявляли в прошлом выпуске. Нужно было придумать название фильму с участием Петра Джорджича. Самым-самым креативным, на наш взгляд, названием стало название, которое придумала Елена Романюк. И называется фильм с участием Петра Джорджича «Джорджинатор». За это ей достается подарок из фаншопа. Ну, а мы объявляем следующий конкурс. Опять же, к нам в комментариях. После того, как вы обязательно подпишетесь, оставьте, пожалуйста, мнение, куда или на что показывает вратарь Виве. Мы шковь-пешь, должен играть! Цвет небесный, синий цвет. Полюбил я с малых лет Я, конечно, никого не хочу обидеть, но есть ощущение, что уже оперившийся селезень оказался среди желторотых утят. Хоть после первого тайма мы и уступаем в счете, однако борьба настолько напряженная и настолько игроки выкладываются на площадке, что кто-то из игроков Виве уже отбросил ноги. А я теперь понимаю, почему Виву выигрывает их вратарь, потому что такой хочу ворота сюда двигаю, хочу ворота сюда двигаю. К сожалению, в заключительном матче группового этапа на выезде уступаем польскому Виве со счетом 33-28. Это была хорошая игра, всеми фибрами души мы стремимся в 1-8 финала, где нас ждет французский Nant. Весь состав польского Виве ездит на Лексусах. Слушай, я предлагаю в следующий раз, короче, на Белазах приехать. Вот мы по этим Лексусам, Белазами пройдемся. Блин, хочу себе Лексус.